Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Мужская пятница». Николай Голиков, Владимир Смитальев, ещё раз добрый день. Этот час у нас, кстати, будет действительно мужским, без женщин мы обойдёмся. Постараемся, по крайней мере. В 12.30, напомню, будем ожидать появления в нашей студии Романа Веселкова для того, чтобы совершился, состоялся выход очередного выпуска программы «Голый весел». Да, такое виртуальное путешествие в Кировскую область. Да. Перед тем, как представить нашего очередного гостя, я хочу быстро подвести итоги опроса на нашем сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Не сделали мы это в прошлом часе. Школьники нарушают правила дорожного движения, потому что впервые, по-моему, у нас такая ситуация, когда и на сайте, и на страничке ВКонтакте просто единодушие в ответах. 50% берут пример с родителей других взрослых, и 50% невнимательны и не представляют возможных последствий. Плохо их знают? ПДД. Никто не проголосовал. Ну, это, наверное, вторично уже, да? То есть всё равно этот ребёнок, он на примере учится. Но я бы всё-таки, как всегда, добавил ещё один пункт. Беру пример с своих товарищей, потому что чаще всего это компашка. Там один пацан побежал, а остальные что? А мы чем хуже, да? Кстати, в последнее время очень много новостей из разных городов нашей необъятной родины о том, что вот такое явление у нас получилось. Школьники на спортдорогу перебегают оживлённые. В Кирове было всегда, кстати. Я даже в этом участвовал в своём возрасте. Правда, когда я был в том возрасте, машин-то было гораздо меньше. Да, я на спорт перед троллейбусом перебегал, но и троллейбусы-то были не такие, как сейчас. Жёлтенькие, маленькие, медленные. То есть это было всегда просто. Сейчас как бы усилилась опасность гораздо сильнее, больше опасности. И вот сейчас, собственно, поступают сообщения о том, что серьёзные травмы получают в ходе. Но это и раньше было такое, да? Такое поветрие было всегда. Он думает, что таким ГИБДД тоже. Да и общественникам, наверное, стоит обратить на это особое внимание. Хорошо, представляем нашего гостя Антон Касанов, заведующий отделом туризма, Центра культуры и туризма Кировской области, организатор проекта «Пешком повятки». Добрый день, Антон. Добрый день. Добрый день. Да, про проект «Пешком повятки» мы тоже сегодня хотим поговорить. Кроме того, если успеем поговорить о научно-практической конференции, которая была посвящена туризму и прошла она в Казани. Ну а хотим мы начать с темы, появившейся накануне. В СМИ к лету по всему Кирову планируется установить 58 табличек с так называемыми QR-кодами, с помощью которых можно будет узнать историю того или иного здания. Инициатива — это Центр культуры и туризма. Все верно? Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, можно сказать так же, что Центр культуры и туризма — это та организация, которая занималась реализацией этого проекта совместно с другими, не менее важными организациями. То есть, в принципе, частная компания «Губернский дом», которая, можно сказать, профинансировала этот проект. То есть, многие задавались вопросом, типа, что сколько денег потратили и так далее. В принципе, бюджетных денег там нет. То есть, деньги были получены от небюджетных источников. Вот, можно сказать, что есть какие-то предприниматели в городе, которые интересуются историей, готовы это поддерживать. Я вот только за, на самом деле. Ну, и, конечно, инициатива исходила и из правительства тоже. То есть, здесь много заинтересованных сторон, на самом деле, потому что проект, на самом деле, неплохой, я считаю. А почему такой именно формат выбрали? Именно QR-коды? Ну, давайте не будем объяснять, что такое QR-код. Потому что словами, я имею в виду, фигня такая, в общем-то. Эка фигня такая, квадратная, на ней много-много точек. На нее, значит, наводишь свой какой-то прибор, телефон или какую-то другую. Ну, там, гаджет, да? Вот, и можешь, как бы, по этой ссылочке выйти на интернациональную статью. Смотрите, ну, что я хочу сказать. В первую очередь, я хочу сказать, что, конечно, столкнулся с определенной долей критики. И я считаю, что это нормально. Потому что любые инициативы, они всегда делят людей на тех, кому это нравится, кому не нравится. Это вполне логично. Вот, но что нужно сказать? Нужно сказать, что проект — это не что-то выдающееся, что-то такое, что прям сверх, да? То есть это вполне обыденно нормальная вещь, характерная для большинства городов в мире, в России. То есть такие вещи, они присутствуют везде, да? Это нормальный элемент туристической навигации, нормальный элемент жизни вообще, в принципе, в городе, да? Потому что вы живете в городе, вам интересно то, что находится вокруг, какие-то здания, которые вас окружают. И у вас должна быть возможность про них что-то узнать. Да, вы не всегда найдете какую-то книгу, которая про это расскажет, или человека, который является знатоком, да? Но вот находится там на этих зданиях табличка с QR-кодом, пожалуйста, гаджет наводите, и вы можете прочитать, что там есть, да? То есть моя мысль заключается в очень банальной и простой синтенции, что это ничего выдающегося в этом нет. То есть это нормальный проект, и просто сейчас происходит такой процесс, когда город приводят к такому нормальному, естественному состоянию, пригодному для того, чтобы туристы здесь ориентировались, чтобы была навигация, чтобы была естественная, нормальная, хорошо разработанная городская среда. Поэтому такой формат табличек, я считаю, что он имеет право быть. Да, может быть, кому-то кажется, что он не очень информативен, но есть и другие форматы, да, даже в нашем городе. В нашем городе есть проект замечательный, Валерия Федеева, который подробно на информационных счетах рассказывает про те или иные аспекты истории Хлынова, Вятки, да? Есть традиционные мемориальные таблички на исторических домах, которые вкратце рассказывают тоже про эту историю, почему это памятник того или иного федерального регионального значения. Есть какие-то еще частные проекты, которые тоже существуют. Я считаю, что это здорово, что есть разные варианты, да. И самое важное, я повторюсь свою мысль, которой я, можно сказать, там живу последние несколько лет, никто не мешает другим людям, которые считают, что этого недостаточно сделать что-то свое. И мне кажется, что если будут какие-то инициативы исходить от граждан, что они хотят, например, сделать, ну, реально еще какие-то таблички с большим количеством текста, ну, что-то тоже будет рассмотрено, почему бы нет? Антон, ну, если все, кто желают как-то что-то пояснить, начнут вешать на здание таблички, это здание мы, собственно, уже не увидим. Поэтому, наверное, есть смысл придумать какой-то оптимальный формат, который бы не так уж сильно загораживал фасад. Единообразие какое-то, да? Да, и не в смысле даже единообразие, а как-то более такой удобный. То есть почему там не разместить, например, на самом деле, там два абзаца текстовой информации, а потом поставить QR-код. Хочешь знать больше? Наведи свой гаджет, если он у тебя есть. А сам понимаешь, что как бы вот пользоваться этим, у меня, наверное, там 30% горожан, да, вот как показывают опросы. Ну, 40% горожан. А какие опросы показывают? Ну, изучают, когда уровень интернетизации области, города. А какой вопрос? А какой вы? На какой ссылайтесь вопрос? Да, я сейчас могу сослаться на несколько, потому что такая информация идет постоянно, да? То есть сколько людей... Ну, на несколько, это значит, ни на какой. ...имеют доступ мобильный к интернету, сколько им пользуются, что они там ищут, умеют ли они этим пользоваться, да? Николай, значит, уже вот это такие демагогические рассуждения. Это не демагогические рассуждения, я вам принесу цифры, сделаю в будущем. Давайте сделаем более удобный формат. Когда говорят, что это не знает никто, или никто не умеет этим пользоваться, это значит, что, в принципе, предметов для разговора нет, да? Вот что я считаю. Я считаю, что если кто-то что-то не знает или не умеет, так можно научиться и узнать. И, может быть, наша задача как раз в том, чтобы привить определенную культуру. Окей, во всем мире, в Европе есть культура пользования кьюрокодами, да, она у нас-то, в принципе, тоже есть. Придите в палеонтологический музей, посмотрите, как у них устроено. Там тоже все завязано на тех же кьюрокодах. Поэтому, в принципе, это нормальная вещь. Давайте как-то стремиться к какому-то просвещению, в конце концов. Это, наверное, наша общая задача и вас, как журналистов, и тех же чиновников, и общественников, и так далее. Поэтому я никакой проблемы не вижу. Насчет формата. В принципе, здесь тоже нет ничего нового. Такие таблички, я изучал опрос, они висят в большом количестве городов России. Они выглядят именно так. То есть это примерно один и тот же стандарт, на который все ориентируются. Поэтому здесь именно такая ситуация. То есть здесь велосипед-то не был изобретен. То есть как было, два колеса, так и осталось. Может быть, раму по-другому покрасили. Но колеса такие же, и велосипед-то едет. Наша задача была сделать, чтобы велосипед поехал. Вот он поехал. А теперь можно впоследствии и колеса заменить на более крутые, и гаджет там себе подобрать и так далее. Поэтому здесь проблем нет. Это мелкие частные вопросы. И на самом деле я не видел такой социологии, на которую вы ссылаетесь конкретно. То есть если бы вы мне сейчас принесли конкретную социологическую выборку, какой процент населения города Кирова, например, умеет пользоваться этим или не умеет, тогда я думаю, что был бы разговор предметный. А пока он носит такой, знаете, не совсем конкретный... Антон, я вам пошлю эту выборку, вы прочитаете, убедитесь в том, что Киров, кстати, не отстает от других регионов. Один даже из лучших в этом плане. Но я вам скажу, как минимум каждый второй человек просто не поймет, что это такое на стеночке. Поэтому я говорю, что надо ведь не только опираться на передовой опыт, а и думать о тех, кто реально сейчас живет. Делать как-то максимально удобно для них. И на самом деле это ведь не трудно добавить к этому QR-коду еще буквально два абзаца текста. А если человек не хочет больше что-то знать, он прошел дальше. Если хочет, навел свой гаджет. Это не трудно. А бабушки скажут, о, какую фигню опять нарисованы. А бабушки скажут, испортили здание какое-то, я вообще не поймешь, чем. А бабушки, кстати, у нас, опять же, вы говорите, статистика. Бабушки у нас половина населения. Бабушки и дедушки. Что скажет Прасковья Алексеевна? Вы знаете, я вот ездил сейчас в Казань на выставку туристическую, да, и у меня сел телефон, а мне нужно было ехать в аэропорт. Я подошел к бабушке, которая, я не знаю, на вскидку лет 70, наверное, точно. И, ну, просто никого не было, это там такой тракт, да. И я попросил ее, может быть, вы мне вызовете такси, и бабушка достает вот смартфон и вызывает такси настоящий. То есть тоже, мне кажется, что все люди, они очень разные на самом деле. И у всех людей, я отдаю себе отчет, есть разное представление о том, что должно быть на табличке или что не должно быть на табличке. Но, мне кажется, есть рассуждение, а есть конкретика, да, то есть есть практические действия. Поэтому, я считаю, что нужно отметить, что были осуществлены определенные практические действия. Да, может быть, они неоднозначные, но что поделать, они хотя бы есть. Бюджетные деньги тратиться не будут, да? Нет, бюджетных денег здесь вообще нет. Инвесторы, как говорится. То есть, да, это просто были найдены инвесторы, которые готовы были это проспонсировать. Скорее спонсоры, да. А список вот этих домов, на которых появятся эти таблички, он как составлялся? Ну, список составлялся в той совокупности, что сейчас вообще, в принципе, происходила разработка маршрутной сети, то есть определенных туристических маршрутов, экскурсионных. И, соответственно, было бы логично привязать этот список домов к тем домам, которые были задействованы в этом списке. Поэтому, как раз, эти таблички, они повешены в тех маршрутах, которые будут, в принципе, здесь реализовываться. То есть, туристы, они будут ходить, например, даже если с гидом, они будут видеть, что вот здесь висят таблички, значит, здесь есть информация и так далее. То есть, все, опять же, здесь имеет свою логику. То есть, это не с бухты брак, кто-то решил, что здесь нужно повесить определенное количество табличек. То есть, это системная работа, которая велась, и вот сейчас, уже ближе к туристическому сезону, имеются у нее определенные результаты. Поэтому сейчас будем смотреть. Результаты, я имею в виду практические результаты, в виде тех табличек, про которые мы сегодня говорим. Ясно. Информация вся находится на сайте visitkirov.ru, да? Да, это сайт. Там статьи уже эти готовы? Да, все статьи там размещены. То есть, это Центр культуры и туризма, его сайт. Вот тоже сайт, он находился в стадии обновления, то есть, и находится. То есть, это такой развивающийся тоже механизм. В принципе, Центр, его задача как раз, она, аккумулировать всю туристическую вот эту информацию, всю инфраструктуру, все вообще туристические дела в один конкретный вот такой вот источник, из которого потом все будет исходить. Антон, прошу прощения, Антон. Вот еще вопрос, который тоже относится к реальной жизни. Какая-то защита от вандалов у этих табличек предусмотрена? Ну, вообще, на самом деле, они... Видеокамера. Ну, понимаешь, дело в том, что вот такой вот такой код, да, его очень легко сделать непригодным. Ну, изгадите, да? В одну секунду, гораздо проще, чем что-либо еще. То есть, какая-то, не знаю, может, какие-то защитные слои, там, не знаю, что-то, ну, чтобы, по крайней мере, можно было восстанавливать после хулиганских выходок. Ну, я думаю, что этот вопрос все-таки относится к технологической части, да, я здесь рассуждаю по-смысловую все-таки говорю, да? Смысл-то потеряется, если она будет нарушена. То есть, я думаю, что есть, там, необходимость, наверное, уточнить конкретно, каким образом они были защищены, то есть какой там состав и так далее. Но таблички висят на достаточно таком расстоянии для глаз удобном. И в этом плане, не знаю, ну, насчет вандалов, вы знаете, от вандалов не защищают вообще ничего. Вон, посмотрите, ротонду, раздербение или все, вообще, это такая печаль просто. Я не знаю, откуда у людей руки растут, поэтому, не знаю, посмотрим. Мы сейчас заговорили немножко, упомянули, вернее, про туристические маршруты. Помнится, мы пару месяцев назад разговаривали про то, что будут у нас разработаны маршруты. Там, дореволюционная вятка, да, революционная, красная, что-то такое. На какой стадии сейчас находится эта работа по разработке маршрутов? Процесс уже на завершающей, я так скажу, стадии, потому что, ну, сначала предшествовал концептуальный какой-то этап, да. Сколько их там маршрутов? Просто разрабатывалось. Ну, там, кстати, есть обзорные маршруты, а есть тематические. То есть там шесть тематических маршрутов, которые отражают, в принципе, ту ситуацию, которая сейчас людям интересна. Есть конъюнктура определенная. То есть, например, в городе Кире проводятся Дни романтики. Разработали маршрут «Романтическая ветка». Вот, будут выпущены полиграфические материалы, то есть такие небольшие путеводители. Там открываешь, там карта этого маршрута, краткое описание домов с фотографиями. И, соответственно, туристический сезон как начнется, продукт уже будет существовать, как таково. Дата-то уже какая-то существует конкретная. Презентация туристического сезона будет в конце месяца, примерно 28 апреля, насколько я знаю. То есть накануне майских праздников? Ну, где-то, да, примерно. Ну, потому что все тут зависит, в частности, от погоды, потому что, посмотрите за окном, пока, в общем-то, гулять особо так не тянет. Пока грустно. Мужская сырая пятница. Такая мужская сырая суббота будет, так что, знаешь, это, на самом деле, где-то ближе к мае уже надежнее. Да, вот. И, в принципе, там работа построена как раз на том основании, что с мая начнутся и потоки туристов и всего остального. Ну, наши-то жители города тоже смогут во всем этом поучаствовать? Да, жители тоже, я думаю, что смогут поучаствовать. Настолько, насколько все это их заинтересует. Соответственно, в зависимости от тех запросов, которые у них есть. Это будет не безвозмездное все-таки, да? Нет, да, это все-таки такой достаточно коммерческий продукт, то есть, в принципе, он предполагает определенную финансовую составляющую, то есть, ну, естественно, это за деньги. Условно говоря, надо билет покупать? Да, надо будет покупать, и это как турпродукт, он стоит денег, соответственно. А примерно так порядок суммы пока неизвестен? Ну, я пока не готов обсуждать именно финансовую опросы все-таки не совсем моей. Ну, другие люди этим занимаются. Понятно, ну, мало ли вы просто знаете, да? Потому что, как бы, ну, вот сейчас бы и сказали, что вы хотите там посмотреть революционную ветку. Ну, это уже относится к категории коммерческих предложений, все-таки торговать этими турмашутами, мне кажется, в эфире в Москве. Это перебор. Ну, хочется надеяться, что люди, которые будут, собственно, формировать, да, и конкретизировать эту стоимость, они будут ориентироваться на общий, так сказать, уровень жизни, да, и на общий уровень доходов жителей города. Ладно, что касается проекта Пешком Повятки, что с ним? Я думаю, что все будет с ним хорошо, то есть сейчас мы готовимся уже начать тоже с мая месяца, третий сезон Пешком Повятки. Соответственно, это будет и то, что было раньше, те наши прогулки, которые были раньше, и новые, то есть мы придумали несколько новых прогулок. И плюс ко всему, будут еще ряд сюрпризов, про которые мы анонсируем, скажем, чуть позднее. Но в целом, конечно, очень сильно лично я соскучился, и Стас Суворов тоже мой соавтор по этому проекту, по всем этим делам. И по-прежнему мы планируем все это делать совершенно бесплатно, то есть тоже делать такие флешмобы, в социальных сетях собирать народ и с ними гулять по улицам, рассказывать про историю. Потому что, ну, я считаю, что это очень клево, и мне само это доставляет огромное удовольствие, огромный кайф получаю, и мне бы хотелось все это продолжать дальше. Эти прогулки будут проводиться в нерабочее время, и эта работа будет вестись отдельно от Центра культуры и туризма? Да, да, конечно, но это вообще не работа, это же хобби, на самом деле. То есть для меня это просто приятное времяпрепровождение, и вечером я это все делаю. Люди после работы, или там, не знаю, выходные дни, все-таки у нас город такой, что вечерком хотелось бы куда-то прогуляться и так далее. Даже сейчас начинаются какие-то более теплые дни, и ты видишь, что люди вечером ходят, гуляют, и нужно же как-то развлекаться с человеком. Добро пожаловать на нашу дискотеку. Ощущается какая-то потребность, да, в том, чтобы не только воздухом подышать, но и что-то еще как пищу для ума получить. Конкретные маршруты тоже уже разработаны? Ну, у нас они остаются тем, у нас концептуально было, что мы гуляли по улице, то есть мы брали одну улицу и схаживали ее вдоль и поперек. То есть какие-то интересные показывали детали, рассказы, истории про людей, которые жили, про здания, про все, что там есть вообще. То есть у нас так это останется, но, правда, к уже 2015 году, к лету 2015 года мы уже все улицы там более-менее центрально вдоль и поперек исходили. И сейчас, наверное, какие-то более комплексные делать, то есть, может быть, 2-3 улицы объединить и так сделать, потому что все-таки историческая часть города, она не резиновая, к сожалению. И очень много уже мы задействовали. Ну, в общем, это тоже такая проблема, которая решается. Вот, и на самом деле уже так неплохо подготовились, насобирали материал и, в общем, всех зовем к нам приходить. Ориентировочная дата? Где-то примерно с начала мая, по-моему, 11 мая мы планировали. То есть после праздников уже, да? Да, после праздников. Как анонсироваться будут эти мероприятия? Точно так же? Ну, да, точно так же у нас все остается по-прежнему. То есть мы есть во всех социальных сетях. Вот это по-прежнему. Ну, и, соответственно, зайдя в наши группы, там можно найти все анонсы и так далее. Возможно, есть планы увеличить количество людей, участвующих в этих прогулках? Количество людей-то, в принципе, оно же никак не нормировано. То есть к нам бывает, что приходило и по 60, и по 70 человек. Ну, ничего, для нас это совершенно привычно, потому что знаем, как это все делается. Поэтому количество людей, это дело наживное, на самом деле. Тут уж как человек, если ему интересно, он приходит, неинтересно, не приходит. Антон, а в плане расширения числа рассказчиков? Может быть, там дублировать этот проект по принципу «Ласского мая» по этой улице? Одна идет группа, по другой другая. К сожалению, клонирование людей запретили. Да и не было никогда. В определенном количестве. Поэтому, к сожалению, не могу себя клонировать. Но на самом деле просто с экскурсоводами сейчас не очень все круто, потому что таких людей это на вес золота. Найти таких вот экскурсоводов. У нас тут была такая история. В центре тоже обратилась одна очень серьезная коммерческая компания. Им нужен был экскурсовод, потому что у них было очень серьезное мероприятие. То есть им казалось, что она серьезная. И они просили предоставить им экскурсовода девушку модельной внешности, желательно такую очень привлекательную по своим антромометрическим параметрам. И чтобы она знала отлично на зубок краеведения, историю местную, и могла держать аудиторию в течение пяти, например, часов. Чем держать? Держать? Вне внешности? Соответственно, я просто был искренне удивлен, что на самом деле это вроде бы и абсурдная, а смешная ситуация. А с другой стороны, есть потребность в экскурсоводах, причем разных полов и возрастов и так далее. Но это очень сложный процесс, их нужно воспитывать. Это не сиюминутная штука. В общем, девушка-то не была найдена в итоге. Нет, представьте, не нашли ни одной такой девушки. Вообще ни одной. То есть Антон, у нас на вес золота. Все понятно. Заметки, не я это сказал, да? Да, да, да. Давайте еще немножко про научно-практическую конференцию. На самом деле не научно-практическая. Неделю назад, да, прошло? Это слишком яркие слова. Это на самом деле есть госзадание у Центра культуры. То есть мы участвуем в ряде вот таких вот туристических выставок, в которых презентуется тур-продукт определенной области, Кировской области в частности. И это уже вот вторая выставка, в которой мы участвовали. Первая, это самая крупная выставка Интермаркет. Она произошла в марте. И вот сейчас в апреле это выставка в Китс. В Казани. Очень тоже крупная выставка. И там участвуют все, в принципе, регионы, по большей части, и сама Казань. И вот мы тоже там выставлялись. Получилось очень интересно. Я первый раз на такое ездил. И все посетители этой выставки делятся на две категории. Это очень ярко видно. Это профессионал в сфере туризма, который реально ходит, интересуется, что у вас происходит в Кировской области, что нам можно сделать, какие-то, может быть, туры, и сформировать какие-то турпрокеты, турпродукты. Подходили, интересовались. Да, очень много народу. То есть там просто была бешеная аудитория за два дня. А вторая часть, это просто люди. То есть в Казани все эти люди достаточно состоятельные. Вы знаете, что этот регион, в принципе, достаточно богат. Ну, там другие ресурсы. Да, то есть другие ресурсы, которых у нас, может быть, нет. И там просто обычные люди, которые приходят туда и ходят по стендам различных областей, соседних с Казани, и интересуются, куда можно поехать на лето. Потому что им хочется, например, съездить в санаторий или какой-то тур в Кировскую область куда-то еще. И таких людей действительно очень много. И эта ситуация, она связана вообще с общей, мне кажется, на мой взгляд, политической даже ситуацией, когда происходит переориентация на внутренний рынок. Ездить в Европу дороговато, и вообще у нас с Европой сейчас отношения очень сложные. И не всех туда пускают. Да, к тому же не всех еще пускают. Туры, может быть, какие-то южные страны, восточные, тоже подорожали, да, и тоже ситуация политическая там сложная. Да, я думаю, что очень многие были. Поэтому вот эта переориентация на внутренний туризм, она ярко видна. Я это заметил еще в январе, когда мы делали встречу с гостиницами, и мы посчитали, что в Кирове свыше 85 гостиниц и отелей, и хостелов действуют. То есть огромное количество, и такого раньше вообще не было. Приходили какие-то люди и говорили, что у нас раньше была турфирма, а потом мы подумали, что в Европу мало стало ездить. Давайте сделаем хостел. И получилось, бац, раз хостел, два хостел. И каждую неделю приходят по человеку, который открыл хостел. Вот, то есть, и это видно, это видно. Что есть люди, они интересуются, и вот мы как раз, мне кажется, не зря туда съездили. Сам какой-то результат, да, потому что все равно понимаешь, что такой вопрос есть, какой в итоге результат, он будет виден по итогам турсезона. То есть по итогам того, поедут люди или не поедут. И хочется верить, что... Ну, какие-то конкретные договоренности есть, что вот привезем там, не знаю, группу определенных туроператоров. Да, конечно, это, в принципе, нормальная тоже практика есть, практика инфотуров. То есть у нас в конце месяца будет тоже инфотур такой, когда мы будем привозить и операторов, и СМИ, как центр, да, то есть, и, соответственно, им презентовать то, что здесь есть, то, что интересно и так далее. В котельничек повезут, в гинопарк и так далее. Антон, а вы в Казань возили какие-то конкретные проекты, показывали или просто, как бы, так сказать, общую информацию об области? Там все делится и на общие, и на конкретные. То есть есть конкретные турпродукты, которые там презентуются, которые рассказываются. Потом там есть именно то, что предлагают наши сегменты туррынка, да, то есть санатории, туроператоры и так далее. Это пользуется достаточно большой популярностью. Ну и общая информация, само собой, то есть та полиграфия, которую выпускает центр, туристические карты, буклеты и так далее. То есть это пользуется, в принципе, определенным спросом, интересом и так далее. Ну и вообще было интересно посмотреть на то, как остальные, в принципе, регионы строят эту работу у всех. Там еще, знаете, там есть элементы интерактива. То есть некоторые, например, одевают своих сотрудников этих всех туристических центров в какие-то костюмы. Ходит какой-то хан там, какой-то Дед Мороз татарский. Вот, то есть забавно. Ну мы поступили, можно сказать, так традиционно. Я не знаю, как это даже охарактеризовать. Ну просто договорились с заводом известным. И вот вятский квас выставили. Ну и, знаете, реакция была просто потрясающая. То есть там люди просто валом валили. И, в принципе, такое ощущение, что это уже становится одним из региональных брендов наших. То есть смотрят, о, это что у вас? А, квас, ну понятно. Вятский квас. А, это же тот мужик, вот этот вот мужик, да. Как он делается? Конференция Путина. Да, да. То есть, ну вот, это из локального мема превратилось в вообще что-то такое, вокруг чего уже вообще строятся какие-то процессы. Ну, кстати, общие-то ощущения от этого мероприятия. Во всех регионах привел уже вот такой некий подъем. Вот мы должны стать какой-то туристической жемчужиной. Давайте, давайте к нам, потоки туристов. Или только для нашей области это характерно. Мы же в последнее время только, да, как-то начали упорно в этом направлении работать. Ну, смотрите, сложно как бы за всех говорить. То есть, мне сложно сказать за всех, потому что везде разная ситуация. Понимаете, что есть регионы с разным уровнем бюджетных расходов, с разным уровнем инфраструктуры и так далее. Но какая-то вот простым языком движуха, да, она есть. То есть, она очень активно идет. Она идет в разных регионах, везде по-разному. Но это просто внутренний вот такой какой-то процесс, он происходит. Опять же говорить о том, какие будут результаты, они будут, но не сейчас. То есть, это даже вот эффект от установки каких-то табличек с QR-кодами, он не будет сиюминутный. То есть, посмотрим вот дальше. Если это даст свой результат, если это сделает жизнь тех же туристов более комфортным, да, если это кого-то привлечет, люди скажут, ну, тут у вас есть, да, то есть, на что посмотреть, у вас есть условия для того, чтобы мы здесь путешествовали, может быть, в одиночку, да, то да, это тогда окажется хорошим проектом. Как Казань выглядит? Как всегда? Блеск? Ну, я в Казани, на самом деле, был очень малый. Вы знаете, вот я вперед ехал на двух маршрутках, нужно было очень быстро успеть, и по Волжье выглядит с такой погодой вот в данном месяце просто отвратительно, вот честно вам скажу, потому что там такая грязь просто до небес везде. Вот, поэтому совершенно без разницы, в принципе, в каком городе я находился. В общем, в Кирове мы не одиноки. Не, ну, в Кирове еще неплохо по сравнению с тем, что я там видел местами. Но в целом город, конечно, у них такой интересный. И там, в принципе, я не первый уже раз там был. Любопытно, любопытно. Ну что ж, спасибо, завершается у нас мужская пятница. Вернее, она продолжится. Но уже в виде программы «Голый весел» Николай Голиков и Роман Веселков представят вам эту программу через пару минут. Вот, я, Владимир Сметанин, прощаюсь. Спасибо нашему гостю, Антону Касанову, заведующий отделом туризма, Центра культуры и туризма Кировской области, организатор проекта «Пешком поведки». Спасибо. Антон, спасибо. До свидания.